Я живу в Самаре, на Самарской улице, уже 10 лет. И ко мне еще ни разу не забирались воры. Но позвольте, разве я гарантирован от того, что они залезут ко мне сегодня или завтра? Вот уж нет. Что это значит? А это значит, что мне нужно ждать их с минуты на минуту. Скверно. Очень скверно. Здравствуйте. Как вы уже поняли, мы с вами в Самаре, на Самарской улице. А на дворе у нас сегодня 1913 год. И это ужасно скверно. Крадется вор на графский двор. Я очень громко лаю. Крадется друг через забор. Я хвостиком виляю. Самарская улица не центральная и не окраинная. Богатых каменных домов на ней немного. Но вот зато в каждом таком деревянном или полукаменном доме когда-то текла своя интересная жизнь. Нет-нет. Да и омрачаемая ночными, а то и дневными визитами неожиданных гостей. Воришек. Так, например, 22 марта у мещанки Елисеевой, проживающей на Самарской улице в доме номер 33 из незапертой квартиры, были похищены два отреза голубой материи и женские туфли. А уже 2 мая крестьянин Сухов, ночевавший в номерах Чекалина на Самарской улице, заявил полиции о том, что ночью во время сна из кармана его пиджака исчез кошелек с 25 рублями денег. По подозрению в краже кошелька был задержан другой крестьянин Терехин, но при обыске в участке денег у него не нашли. А вот несколькими днями ранее в сыскное отделение был доставлен крестьянин Григорий Козоркин, который ночью на постоялом дворе Шаталова на Самарской улице снял шею с лошади крестьянина Базарного. Вор оказался человеком веселым и пояснил полиции, мол, чего страшного-то, не человека же я обворовал, а лошадь. Украденную шлею сбыть он еще не успел, и она была возвращена Базарному. Но украденная шлея – это еще не беда. А вот частному поверенному Киселеву, проживавшему на Самарской улице в своем доме, повезло гораздо меньше. Утром 2 июня в его запертую квартиру проникли воры, которые унесли разного имущества на сумму в 255 рублей. Воры и квартирные кражи, а еще кражи в гостиницах и на постоялых дворах вторгались в жизнь мирных обывателей улицы Самарской. И вторгались грубо и бесцеремонно. Может быть, у мещанки Ерисеевой были и другие туфли, кроме украденных. Но понимать, что в тех самых щеголяет теперь чужой человек, было и досадно, и неприятно. Но жизнь есть жизнь. И жители этой улицы принимали ее такой, какая она была. А вот особенно не везло на Самарской улице некоторым фамилиям. Вот как прицепиться, какая ни задача, так за тобой и следует, ни на шаг не отступая, и то и дело напоминая о себе. Так, проживающий в доме номер 12 по Самарской улице крестьянин Никит Ерисеев заявил в августе того же 1913 года о краже у него из незапертой квартиры разных вещей на сумму 80 рублей. Произведенным дознанием было установлено, что кражу совершила крестьянка Екатерина Тихонова, которая была задержана и в краже созналась. Все украденные Тихоновой вещи были найдены и возвращены потерпевшему. Читая утром газету, Степан Иванович обычно не обращал внимания на дел происшествий. Но когда в доме, где он жил, случились кряду две кражи, он стал внимательно прочитывать все объявления о ворах и грабителях. Степан Иванович читал газету в том порядке, в котором она печаталась, и до дела происшествий чувствовал себя спокойным обозревателем. Но едва только в поле его озрения попадал заголовок «Кража со взломом», его сердце начинало биться как-то по-другому. И Степан Иванович злился сам на себя. Черт возьми, в каком веке мы живем и куда идем? Вот снова 10 «Краж» со взломом. И это только зарегистрированных? А сколько еще прошло без заявлений? Ну и городок! После этого он швырял газету, насупившись, допивал чай и шел на службу. А однажды решил вовсе не читать газеты, чтобы не портить себе настроение. Но было уже поздно. Мысль о кражах теперь не покидала его. Наконец, неприятное беспокойство стало постоянным спутником Степана Ивановича. И даже его знакомые стали замечать за ним какие-то странности. Что это вы, Степан Иванович, все время оглядываетесь и за карман держитесь? Может быть, воров боитесь? Сначала он хотел обидеться за такой вопрос. Но сейчас же ему стало ясно, что его товарищ прав. Да, он боялся воров. А потом ему захотелось оправдать себя и свои страхи. Он собрал несколько номеров газеты и занялся статистикой. На каждый день, — подчислял он, — приходится в среднем 10 краж. В году 365 дней. Значит, в год в Самаре 3650 краж. Значит, в течение года в Самаре обкрадывают как минимум 3650 человек. В сущности, конечно, больше, так как обкрадывают квартиры, где живут по нескольку человек. Но возьмем минимум. Жителей в Самаре — 150 тысяч. Если в год обкрадывают 3650 человек, то значит, в течение 40 лет будет обворована вся Самара. Я живу в Самаре уже 11-й год. Следовательно, в течение следующих 30 лет буду непременно обкраден. Сейчас мне 35. Я здоров и смело могу рассчитывать прожить до 70. То есть жить мне еще 35 лет. Что ж отсюда вытекает? То, что воры непременно доберутся и до меня. Это ясно как день. А значит, я имею полное основание бояться воров. После этой статистики Степан Иванович окончательно растерялся, потерял аппетит и начал худеть и желтеть. Его глаза приобрели боязливое поражение, а на странности его поведения стали обращать внимание все домочадцы. Кухарка раз по сто на день слышала от него грубый окрик. Посмотри, запертали дверь. А когда его жена выходила из дома на улицу, он заставлял ее прятать все деньги в чулок. Его страх все разрастался, а ожидание кражи лишило его сна. Если бы дело и дальше оставалось в таком положении, то совсем скоро Степана Ивановича пришлось отправить бы в Тамашев колок. Но одна счастливая мысль неожиданно принесла ему избавление. Ведь важно только то, чтобы моя квартира была обворована. Но разве важно кем? Степан Иванович сразу ожил. В этот же день он отпустил прислугу до 12 часов ночи. Детей отправил ночевать к теще, а сам пошел с женой в театр. Но в первый же антракт, оставив жену одну, побежал домой тихо, как вор подкрался к своей квартире. И стал ломать замок. Замок был прочный, и Степану Ивановичу пришлось с ним повозиться. Наконец дверь отворилась. Он, крадучись в темноте, пробрался в квартиру, спуткаясь о мебель, прошел в кухню, взял две фарфоровые вазы и, спрятав их под шубу, вышел на улицу. Там он прошел к помойной яме, выбросил две украденные вазы и, торопясь, побежал в театр. Когда ночью в квартиру вернулись все ее обитатели, сейчас же послышались крики «Воры! Воры!» Все домочадцы были расстроены и плакали. И только один Степан Иванович блаженствовал. Теперь он мог быть спокоен. Его квартира тоже была обворована. Удар судьбы миновал его. Ну или вот, крестьянин Арсений Никифоров, проживающий в доме номер 13 по Самарской улице, заявил в полицию, что из его незапертой квартиры в августе 1913 года было похищено разных вещей на сумму 45 рублей. Произведенным дознанием было установлено, что кражу совершил крестьянин Данил Пилипенков, который был задержан и в краже сознался. А все похищенные вещи были у него найдены. В отличие от соседа Никифорова-крестьянина Анатолия Дубровина, проживавшего в августе этого же года в доме номер 12 по той же самой Самарской улице. По его заявлению, неизвестно кем у него были похищенные вещи на сумму в 35 рублей, к подозрению в краже которых был задержан крестьянин Александр Дмитриев. Последний в краже сознался и объяснил, что вещи он распродал разным лицам на Троицком базаре. Пилипенков у Никифорова, а Дмитриев у Дубровина, крестьянин у Мещанина и у своего брата-крестьянина. А Мещанин у них обоих, да еще и у частного поверенного. Вот так и жила эта улица 110 лет назад. Улица с приятным уху каждого самарца названием и беспокойными обитателями, которые так и норовили запустить руку в чужой карман, чтобы поживиться деньгами и лежащими там вещичками. 2 сентября в дом номер 20 Самарской улицы днем через дверь, которая находилась вот на этом самом месте, в квартиру крестьянки Евдокии Гужовой забрался неизвестный вор, который, связав в два большие узла меховое пальто и разное платье, взломал замки, этажерки и начал шарить в ней в поисках золотых и других ценных вещей. Но в это самое время в квартиру вернулась хозяйка, которая застала вора на месте преступления и подняла крик о помощи. Тогда вор ударил Гужову в живот зубилом и скрылся через это окно. Принятыми мерами помощник начальника сыскного отделения Долганов установил, что попытку ограбления крестьянки Гужовой и нападения на хозяйку квартиры совершил известный в Самаре вор, рецидивист, мещанин Иван Филатов. 18 лет, по кличке Головорез. Филатов, который уже дважды отбывал тюремное наказание и состоял под надзором полиции, был задержан, но виновным себя не признал. Сознаться ему пришлось только тогда, когда он был уличен мальчиком Дмитрием Сизовым, запускавшим бумажного змея с крыши соседнего дома. Оттуда-то он и увидел, как Филатов выпрыгнул из квартиры крестьянки Евдокии Гужовой. Вот почему графиня, граф и друг их, самый верный за мой, для всех удобный нрав, зовут меня Примерный. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова